В хозяйствах республики завершается уборка овощей. На начало октября картофель, морковь, сёкла убрали с 200 гектаров открытого грунта. Как идёт работа в одной из агрофирм комсомольского района, смотрите в нашем сюжете. Перед тем, как готовить, нужно определиться, что будем готовить. А почему нельзя съесть просто морковь? Просто помытую и очищенную морковь? Когда блюдо состоит из нескольких продуктов, вкус его становится более сложным, насыщенным и непонятным. Неважно, какую морковь вы будете есть – сырую или, например, в запеканке. В обоих случаях важно, чтобы продукт был свежим и качественным. Собирать быстро и много урожая агрофирме помогает мощная техника. Она заменяет две и более машины среднего класса. Техника у нас – трактора «Джон Дир». Их 10 штук у нас на данный момент. 6 картофельноуборочных комбайнов, 7 зерноуборочных комбайнов, 1 морковоуборочный комбайн, который мы можем видеть, он к нам пришел из зданий. Копает очень чисто, без потерь. Мы очень довольны этим комбайном. Один такой комбайн заменяет 100 человек и за 4 дня может с 20 гектаров убрать свеклу. Анатолий Вершков работает механизатором вот уже 37 лет. Признается, что даже не мечтал работать на таком тракторе. Там даже другие условия. Это уже кондиционер сразу. Там как будто дома только сидишь как будто. Что лучше, хочется поработать. Душача, а вот здесь вот трактор, техники. Я с детства уже, когда маленький был, все время где техника, где трактора к ним. Думаю, пришел, после с ними весь мазутит. Сейчас мазут в прошлом. Собранные картофель и другие овощи перемещают в хранилище. Там тоже все автоматизировано. Продукция здесь может лежать долго. Тогда зимой или весной ее можно продать дороже, чем в сезон. Так окупаются затраты. Кстати, продукция агрофирмы поставляется по всей стране. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.